Уже в 29-й раз Центр детского творчества «Импульс» организует и проводит традиционный окружной конкурс новогодней елочной игрушки под названием «Праздничный наряд для лесной королевы». В нем приняли участие школьники в возрасте от 7 до 18 лет из разных образовательных учреждений муниципалитета. К новогоднему празднику дети готовят новогодние открытки, игрушки. И потом профессиональные жюри из педагогов Центра детского творчества оценивают эти детские работы. В кружке открытия школьники лепят поделки из соленого теста. Их композиции также представлены на конкурсе. Преподаватель кружка Наталья Брагина пожелала ребятам успехов. Конечно, процветания нашему конкурсу желаем. Пусть и дальше он радует детишек. Пусть они приходят к нам, смотрят наши спектакли, сказки, получают огромное удовольствие. В финале конкурса «Праздничный наряд для лесной королевы» были представлены лучшие работы, которые накануне выбрали члены жюри. Работы победителей выставлены в кинотеатре «Искра». Там же состоялся новогодний спектакль. Депутат Московской областной думы Владимир Жук выступил с поздравительной речью, а также вручил дипломы победителям. Когда с детьми общаешься, вообще чувство всегда особое, прям приятно находиться. Чувствуется, что у детей такая энергия положительная, позитив. Мы должны сделать все, чтобы их детство было счастливое, они были довольны. Мы должны такие условия создать, и мы это делаем, чтобы они могли развиваться. Депутат Совета депутатов Ленинского округа Павел Русаков подчеркнул значимость этого мероприятия. Оно объединяет людей перед таким достаточно главным, одним из главных праздников нашей страны. Во-вторых, та работа, которая проводит «Импульс», она бесценна, потому что это работа с детьми, это работа с будущим поколением. То есть здесь закладывается фундамент. Конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества помогает развивать потенциал детей и молодежи. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.